Лучшие снимки это те, которые передают искренние эмоции человека, так считает тюменский фотограф Сергей Елесин. В январе этого года он сделал один из своих лучших кадров. Фотография ветерана Великой Отечественной войны Анны Шахтариной вошла в топ-100 конкурса Russian Photo Awards в номинации «Женский портрет». Этот снимок был сделан в ее сотый день рождения. В дом зайти было нельзя, потому что пандемия и здоровье человека важнее всего. И тут я ее увидел в окне и понял, что вот это и будет тот самый кадр, который нужен. Портрет женщины русской, ветерана войны, ветерана труда. Это же самое главное. Когда началась война, Анна Шахтарина только закончила Тюменский медицинский колледж. Девушка сразу захотела отправиться на фронт спасать жизни солдат. Однако неопытных медсестер в военкомате не приняли. Им сказали так, вас куда распределили, раньше же распределяли, вот вы туда езжайте. Ее отправили в Галышмановский район. Она там приехала, устроилась. И потом, только потом, почти через год, ее призвали в военкомат. И вот собрали их, как бы, всех медсестер там и решили отправить их на войну. Их, как бы, сделали отряд 66-я конно-санитарная рота. В составе роты Анна Андреевна с сентября 1941 года воевала на Карельском фронте. Вывозила раненых с поля боя. А в 1943 году стала медсестрой в 6-м учебном автобатальоне. После победы над фашистской Германией участвовала в войне с Японией на Дальневосточном фронте. И закончила медицинскую службу в звании старшего сержанта. Раз она была медсестра, она поступила в инфекционную городскую больницу. Вот сейчас третья городская инфекционная, вот там. И всю жизнь она там проработала. Всю жизнь. До 77-го года. В 77-м году пошла на пенсию. Героический путь медсестры Анны Шахтариной остается в многочисленных фотоальбомах, которые дочери бережно хранят и регулярно пополняют. Вот и снимок Сергея Елесина останется напоминанием о вековом юбилее ветерана. Субтитры создавал DimaTorzok